Здравствуйте! В эфире университетский хронограф и я его ведущий Георгий Жилкин. На деревьях почти не осталось листвы, а о золотой осени теперь можно только вспоминать. Начало второй половины октября выдалось холодным и даже прошел первый снегопад. Однако это не смогло огорчить наших студентов. И неделя оказалась насыщенной самыми разными интересными событиями. Но обо всем по порядку. Сегодня в выпуске. Добро пожаловать в гимназию. Немного про актив. Здесь сокращаются большие расстояния. Университет без гимназии, что дерево без семян. Сказал когда-то Великий Ломоносов. И жизнь веками доказывает справедливость этих слов. Уже десятый год академическая гимназия ТВГУ готовит отличное пополнение студенческой семье нашего университета. А в киноконцертном зале Панорама поздравляли тех, кто этой осенью стал гимназистом. На традиционном торжестве побывали Александра Кошелева и Данила Аминеевцев. Каждый год в этот октябрьский день в академической гимназии имени Максимовича проходит торжественное посвящение в гимназисты. Традиция эта берет свое начало со дня ее основания в 2012 году. Ребят, которые поступили в это учебное заведение, знакомят с его историей, рассказывают о планах и о сотрудничестве с университетом, которое открывает перед гимназистами широкие перспективы. Я хочу поздравить всех нас и с сегодняшним праздником, и с самим фактом существования гимназии в нашем университете. Но мы все знаем, что люди, которые занимаются образованием, они занимаются конструированием будущего. Посвящение в гимназисты, конечно же, незабываемое событие для ребят, ведь это их первые шаги в серьезную жизнь. А нынешний 2021 год гимназии действительно можно назвать золотым. Количество поступивших сюда увеличилось на рекордные 40%. 33 школьника завершили обучение с медалью, и число их растет с каждым годом. А это значит, что университет ежегодно будет пополняться талантливыми перспективными ребятами, которые по достоинству оценят университетскую жизнь. Об этом мы и говорили с Сергеем Николаевичем Смирновым, который недавно вступил в новую высокую должность, исполняющего обязанности ректора ТВГУ. Как известно, университет постоянно развивается. Каким вы видите ближайшее будущее нашего вуза? Какие у вас планы? Я надеюсь, я даже уверен в этом, что будущее нашего университета хорошее. Университет будет обязательно, он сейчас есть, и будет в еще большей степени мощным, красивым, энергичным, молодым, точно таким, каким является мощным, красивым, энергичным университетское телевидение и любые другие наши подразделения. Что ж, всем нам остается только соответствовать этим надеждам и планам. А торжественностью этой церемонии посвящения в гимназисты прониклись и мы. Данила Минеевцев, Александра Кошлева и Алексей Горобий. От всей души желаем успехов в учебе новоиспеченным гимназистам. А теперь поговорим о студенческой жизни университета. Совсем недавно в точке кипения ТВГУ прошел форум «Проактив». На нем собрались неравнодушные к творчеству жизни ребята, которые поговорили о новых проектах и потенциале развития профсоюза. Подробнее об этом в сюжете Анастасии Новожиловой. Наши студенты прекрасно знают, что университет – это не только лекции, семинары и ночи, проведенные над учебниками, но и интересные творческие проекты, путешествия с однокурсниками, участие в театральных постановках, концертных программах, полезное общение. А вот первокурсники многое из того, что составляет студенческую жизнь, узнали здесь, на образовательном форуме «Проактив». Основная задумка сегодняшнего мероприятия – это привлечь как можно больше активных студентов-первокурсников, чтобы в дальнейшем с ними можно было взаимодействовать, уже чему-то их научить. Мы рассказали ребятам, что им доступно, какие привилегии, куда они могут расти дальше и куда развивать их потенциал. Программа форума не заставила никого скучать. Главными гостями были спикеры. Они осветили такие актуальные темы, как развитие сообщества, базовые ценности, психология публичного выступления и другие. Увлекательно прошел и познавательный тренинг навыков деловой коммуникации. Я рад, что студенты проявляют интерес к повышению своих софт-скилл, к прокачиванию своих навыков. Мой тренинг сегодня заключался в том, чтобы ребята научились коммуницировать друг с другом с пониманием целей этой самой коммуникации. То есть мы говорили о деловой коммуникации, как о том виде общения, при котором достигается какой-то результат. То есть мы постарались с ребятами провести такую игру имперсонализацию, влезать в голову в хорошем смысле этого слова к собеседнику и понимать, какие цели преследует собеседник, какие цели преследую я, есть ли где-то пересечения, достигать целей благодаря эффективной деловому взаимодействию, коммуникации. Благодаря форуму «Проактив» ребята смогли понять психологию публичного выступления, научились разделять свободное деловое общение и, наконец, попробовать создать свои социальные проекты. Я научилась лучше держать себя перед аудиторией. Я теперь знаю больше о том, как себя преподносить людям. Я стала чуть более открытой, и у меня даже появились новые знакомства какие-то. Теперь студенты смогут более осознанно выбирать ту сферу деятельности, в которой проявить себя более ярко и успешно. Немало полезного для себя узнали и мы, Анастасия Новожилова и Алексей Горобий. Продолжая разговор об активной жизни наших студентов, хочется сказать, что семестр в самом разгаре. Первокурсники уже освоились и могут с уверенностью заявить, что чувствуют себя настоящими студентами. Первый традиционный ритуал посвящения в студенты провел факультет иностранных языков и международной коммуникации. Подробнее об этом в сюжете Анастасии Новичковой. Мы находимся на посвящении факультета иностранных языков и международной коммуникации. Сейчас здесь будет очень интересно. Давайте посмотрим. Манящая творческая атмосфера царила сегодня в актовом зале. Студенты факультета подготовили настоящее путешествие в самые разные уголки планеты. С помощью песен, танцев и увлекательных миниатюр они погрузили нас в мир Франции, Германии и Англии. Не остались в стороне и первокурсники, которые сумели удивить публику своими талантами. Здесь и песни под гитару на иностранных языках, и танцы, и зажигательные флешмобы. Это невероятные ощущения, эмоции, особенно когда ты выступаешь на сцене перед всеми своими новыми приятелями, товарищами, одногруппниками в том числе. И, конечно, первый раз-то всегда очень волнительно, но все понравилось, все было супер. Мы отрываемся на сцене. Я на сцене часто бываю, поэтому мне было в кайф. В этом году посвящение в студенты отмечено особенной датой – 80 лет с момента основания факультета иностранных языков и международной коммуникации. Ребята, конечно же, не забыли поздравить с юбилеем родной факультет и подготовили историческую викторину с памятными сувенирами для участников. Весь год мы празднуем этот юбилей. То есть мы начали еще весной, и мы продолжаем праздновать и сейчас эту знаменательную дату для нас. В сентябре особенным образом. Ну и до сих пор до конца года мы, конечно, будем в любом случае говорить о факультете, о целях, традициях, о том, что мы их ценим, пытаемся поддерживать. Вот так весело, дружно, а главное – познавательно прошло посвящение. С вами были Анастасия Новичкова и Алексей Горобий. Стоит упомянуть, что череда посвящений в студенты только начинается, и нас ожидает еще 10 не менее ярких факультетских праздников. А сейчас о погоде на предстоящую неделю расскажет доктор физико-математических наук, профессор, директор Центра Стратегического Инновационного Развития им. Лурье Андрей Белоцерковский. Здравствуйте, Андрей Владленович. Интересно, а что погода приготовила на своей климатической кухне? Здравствуйте, Георгий. Ну что ж, я должен сказать, что мы сейчас все с вами качаемся на климатических качелях. Еще вчера по климатической норме мы находились где-то в середине сентября. Сегодня сместились к началу октября, к выходным окажемся в ноябре. А затем, кстати, возможно, откат еще раз назад в сторону октября и конца сентября. И происходит это в том числе и в результате изменения климата. Ведь изменение климата, которое наблюдается сейчас и подтверждается учеными всего мира, ведущими специалистами, оно состоит не просто в повышении средней глобальной температуры, но она повысилась на один градус. Вроде бы это не так уж и много. Дело в том, что климатическая система, она выходит из равновесия, и вот колебания вокруг этого среднего становятся очень большими. То есть в результате изменения климата не столько меняется среднее значение, сколько частота и количество и амплитуда особенно опасных метеорологических явлений. Ну, в какой-то степени опасности здесь нет, просто мы это наблюдаем сейчас. Вот если у нас сегодня температура в пределах от 10 до 6 градусов, то к выходным она довольно быстро понизится, потому что мы оказываемся в тылу мощного атлантического циклона. Он проходит и после этого вовлекает полярные массы воздуха. Поэтому уже в понедельник утром будет мороз и в ночные часы заморозки в течение первой половины следующей недели. Затем, после того, как этот циклон пройдет, к нам начнет двигаться следующий атлантический циклон, который опять же принесет повышение температуры, осадки, ну и затем возможное в его тылу понижение. Вот такие качели. Я хочу сказать, что кроме скачков температуры, которые, ну, может быть, не так, в общем-то, воспринимаются, ничего страшного, выходя из дома, мы тоже испытываем скачок температуры. Сейчас очень сильно меняется давление. И вот здесь я хотел бы просто призвать тех, кто метеочувствительен, кто ощущает вот эти быстрые изменения атмосферного давления, быть особенно внимательными. Ну, а в целом Тверской государственный университет желает всем хорошего настроения, независимо от погоды. И если мы качаемся на качели, получать от этого удовольствие. Спасибо, Андрей Владленович. Как говорится, ничто не вечно под луной. Вот и наш выпуск подошел к концу. Мы постарались рассказать о главном, чем отмечена была эта студенческая неделя. Очень надеемся, что и грядущая подарит возможность рассказать что-то интересное и важное. Делитесь своими впечатлениями и пожеланиями. А пока запаситесь терпением. До скорого!